Бразильянка Габриэл, оставшая известной после новой волны 2010, продолжает штурмовать российский шоу-бизнес. Ни одна маломальски заметная вечеринка не обходится без участия знойной красотки. На сей раз про новости побывали на дне рождения самой Габриэл. Даже не верится, что это первый день рождения Габриэл в России. Настолько все привыкли к бразильской певице на российских просторах. Между тем, плана захвата вражеской хит-парадной территории у 26-летней певицы, по крайней мере, пока не существует. Меня счастливо, когда я буду петь. Я не знаю, как сказать. То есть тебе не важно достижение, да? Тебе важно? Мне не важно. Меня не важно. Меня важно моя работа. В России Габриэлла известна своей известностью. Ни один из треков исполнительницы еще ни разу не звучал на радио, не было снято ни одного клипа. Габриэлла уже давно строилась во всех ночных клубах столицы. Единственное, чего не хватает молодой певицы для того, чтобы стать по-настоящему популярной в собственных песенах. Я думаю, что каждая певица должна все-таки иметь какую-то такую значимую песню, которую бы она начала, и это был бы сильный старт. Я думаю, что у нее все впереди. Самое главное – это своего композитора. Если честно, я очень верю в эту певицу, начинающую певицу. Я знаю, что скоро будут песни, и она нереального таланта человек. Ты слышишь, как она поет сейчас? Это настоящее пение, живое. Это прекрасно. Следующая заслуженная артистка России Габриэлла. В свой день рождения Габи, как ласково называют девушку-друзья, презентует дуэт с главным морализатором страны Сергеем Мазаевым. Это старая бразильская самба. Ну, вот, собственно, они сделали эту песню легальной для нас теперь, и мы ее с ней запишем на двух языках, и она будет выпущена и в Бразилии, и в России. Эту же песню давным-давно Сергей пытался сделать с Аленой Свиридовой, но бразильские авторы перекрыли доступ к правам на трек. Между тем, Габриэлла сама пишет музыку, но за творческим вдохновением, видимо, нужно ехать в Бразилию. Вот она мне сегодня лично говорила, что, лой, знаешь, как бы, я пишу песни, да, только когда у меня есть внутри какие-то чувства. Когда у меня много работы, там, туда-туда, я не могу ничего делать, мне сложно. Вполне возможно, Габриэлла певица клубного формата, вполне достаточного для счастья самой исполнительницы. А строчки в хит-парадах и премии Муз-ТВ пусть достаются певице Максим, например. Юлия Антонцева, Анатолий Шушпанов, Муз-ТВ. Спасибо большое!